Продолжение следует... Море тихое, море как будто замерло. Это говорит о том, что все искусственно создано. Море само по себе, облака в небе, сами по себе там идет война. Уж какая это война, мы не знаем. Но она громыхает, эта война вокруг нас. Интересно, да? Вот так громыхает война, а мы не знаем. Закрыли все облаками, что-то свистит, что-то грохочет, какие-то краски меняются. Такая странная у нас с вами ситуация, когда мы как подопытные кролики в клеточке сидим и думаем, что же происходит, что же происходит. Мы даже не понимаем, что происходит на самом деле. Потому что небо, нам просто его закрыли. А там воюют те, кто воюет. Я не знаю, за землю ли нашу, но уж никак не за лилипутское человечество. Наша цивилизация лилипутия. И она настолько неинтересна, что я так понимаю, что нас собираются снести с лица земли и заселить другими. Ведь жили великаны. Посмотрите на Айю Софию. Вы представляете, какие люди там жили? Вы видели двери в Айе Софии? И мы, малюсенькие букашки, бегаем там. Я не знаю, мы, может быть, там сотая часть этой двери. И никто не обратил внимания. Я думаю, вы обратили внимание. Двери-то просто громадные. Это такие люди жили. Но они же не строили себе двери такие, когда... В общем, вы сами понимаете, друзья, что двери человек должны соотноситься в своем росте. И если вот такая дверь, то, значит, люди были, но не менее пяти метров ростом. Это я про Айю Софию, про Истанбул. А нам опять Стамбул. Это на самом деле Истанбул. И вот сколько таких исковерканных названий, что мы, приезжая за границу, не понимаем друг друга. Итак, посмотрите, какая война идет в небе. Да, футбольный матч. Просто обычный футбольный матч. Мне так кажется. А вы как думаете, кто победит? Какая команда, красных или зеленых, будет побеждать команда? Вот где кто забил гол? Ну-ка, давайте расскажите. Кто забил гол сегодня? И в чьи ворота? Но до того противно себя чувствовать вот такими ненужными букашками. Небо живет, море само по себе живет. Притихло море, море вообще притихло. Просто тишина какая-то на море. Я ожидаю, что ливанет. Но пока что-то не очень ливануло. Я ожидала, что будет летать все из-за ветра. Но и ветра нет. Видите, ветра вообще нет. Есть, громыхают, и вон где-то молнии сверкают. А ветра нет. Вы видите? Не колышется. Пальмы не колышутся. Что-то, правда, у меня резкость такая плохая наводится. Но пальмы не колышутся. Да? Просто нет ветра. Вот это да. Вот как интересно. Дождь, мне кажется, идет. А может быть, и не идет. Но вы можете представить, что при таком вот громыхании там они бьют друг друга. Эти зевсы, нептуны бьют друг друга своими мечами огненными. А только человеку все кажется. Ой, какие божественные создания там, боги на земле. Ну, потому что мы такие вот пташки, смешные, да, маленькие какие-то. Недоумки мы все на этой земле, друзья. Вам кажется, что мы божественные создания. Ну, посмотрите на небо, на эти стрелы, которые летают. Какие там божественные создания. Кто мы для них? Мусор под ногами, да? Муравьи. Мы муравьи. А вы много обращаете внимания на муравьев? Вот такая ситуация у нас. И небо на нас точно так же не обращает никакого внимания. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан. 4 сентября 2024 года. Над нами сегодня в небе происходит борьба. Борьба между какими-то мирами. И, возможно, человечество тоже участвует в этой борьбе. А ведь нам ничего не скажут мы внизу, ползаем муравьишки. То, что происходит сегодня в небе, оно уже было когда-то. Мы не будем говорить о лохматых древних годах. Мы только знаем, что это происходило. Как давно мы можем только предполагать, но знать мы точно не можем. Скорее всего, это было начало 19 века до середины 19 века. Вполне возможно. Небесное сражение, то, что мы можем себе представить, от нас закрыто сегодня облаками. Если в вашем регионе бесконечно сплошным одеялом стоят над вами облака, да для чего распыляют самолеты? Они распыляют для того, чтобы образовались облака над вашей местностью. Мы не будем сейчас говорить о составе распыления, но мы знаем одно, что появляются облака, то есть плотной завесой закрывают от нас небо. Для чего они закрывают небо? Для того, чтобы мы не увидели, что происходит в это время в небе. Вы думаете, почему остановили движение самолетов в сторону России? Потому что там происходит, и в Европе тоже, над Европой происходит борьба, которая дает некоторые результаты, эффекты нам на Землю. Мы можем слышать грохот, который к нам раздается сквозь облака. Вы думаете, что это гром гремит, что это где-то проходят грозовые облака? На самом деле, возможно, это и не так. Опять-таки, мы об этом не знаем. Мы можем только предполагать, что происходит в это время в небе. Некоторые видят какие-то корабли в небе, которые тоже сражаются. И это не та виртуальная реальность, о которой говорят, не проецирование каких-то кораблей. Это вполне возможно, что настоящие корабли, которые сражаются с какими-то другими своими препятствиями, чтобы освободить себе место. Что происходит в это время на Земле? А на Земле, возможно, и сами себя мы взрываем, бомбим. Человечество само по себе, оно такое агрессивное, поэтому оно может и над облаками сегодня взрывать свои атомные бомбы, ядерное оружие применяться. Опять-таки, человек этого не знает. Он находится на Земле. А то, что происходит в небе, это все сокрыто облаками. Что там что-то происходит, это однозначно. В 2017 год я объявила о том, что в небе началась Третья мировая война. Третья война, Небесная война. Небожители вступили в какую-то фазу своей тоже жизни, и они дерутся за что-то. Это могут быть небожители также из Земли, которые построили там новые свои города. Или хотят, ну скажем, с Земли. Люди хотят отвоевать чужие города. Но ведь пришли же захватчики к нам с вами на Землю. Захватили нашу Землю. А теперь от нашей цивилизации остается только пшик. И вместо 25 миллиардов, которые населяли империю Чингисхана, да, это было примерно то самое место, где обозначался когда-то СССР, включая Монголию и включая Китай. Это была империя Чингисхана. Так вот, там проживало 25 миллиардов жителей. Сегодня нам говорят, что и там 7 миллиардов много. А теперь уже, если мы посчитаем все наши количественные цивилизационные цифры, то у нас и миллиарды-то уже давно не набирается. Что же касается все-таки того, что происходит в небе? На людей сегодня обрушиваются какие-то странные кометы, которые летали. Помните, два года назад в стороне Сибири там летали какие-то кометы? Опять-таки мы не знаем, что это. Нам это все расписывают. Если вы будете смотреть на небо каждый день, каждый вечер, если у вас комфортабельно, вы увидите много того, что происходит в небе. То, что не видно. Это могут быть шары, сферы, какие-то корабли, кораблики, воздушные гондолы. Все что угодно. Небо движется. Небо двигалось всегда. Оно никогда не стояло. И то, как нам его описали в учебниках, небо так не выглядит. Нам затуманили голову с детского возраста. Поэтому на сегодняшний день переубедить догмы, сломать в голове ребенка, который вырос во взрослого деда, очень тяжело, очень трудно. Мы просто не сможем это сделать. И это не наша задача. Нам это неинтересно. Нам интересно рассказать, что в небе началась война. Люди всегда наблюдали и видели, когда в небе происходят какие-то странные события. Так вот, если люди участвуют, а я думаю, что участвуют наши земляне, участвуют в той самой войне, которая происходит сегодня над нами в небе. Если это происходит, то хочу сказать вам, наступило время радиации. Радиация обхватывает, захватывает и ударяет по разным местам человечества, где живет человек. Радиация вредна, радиация опасна. Это то, что мы можем с вами сегодня наблюдать. И давайте вернемся просто к тому, что я уже рассказывала. Сейчас на картинке вы видите гравюру. На гравюре опубликован еще текст. По небу проносились черные шары, как там написано, различные сферические формы, цилиндры, кресты. Кроме того, непонятные вещи происходили с Солнцем. Об этом мы с вами поговорим еще попозже. Как раз безумие и грохот продолжались более часа, как описано тоже в приложениях гравюре, которые нарисованы. Безумие и грохот, оно у нас с вами продолжается. Мы видим, то снег где-то выпал, то безумное количество облаков, воды, которая вот сейчас обрушилась на Швейцарии. Что происходит в других странах? То же самое. Вода выходит из берегов, и облака, и дожди, и ливни. Везде какая-то вода, которой не должно быть. Откуда она, эта вода? Каким огромным количеством? Причем пресная вода. Не соленая вода. Вот это-то очень важно, что идет пресная вода. Откуда, из каких недр земных она поступает? Возможно, и в недрах земных также происходит какая-то борьба. Пишите, что вы думаете на эту тему. Это очень интересно. А по гравюре данной я расскажу вам еще. Это интересная история. Я об этом вам расскажу. А сейчас послушайте то, о чем мы с вами говорили, над чем, возможно, смеялись, потому что я объявила это в 2017 году, когда вы об этом вообще не думали, потому что, ну, как бы, жизнь была прекрасна, удивительна. Думали о том, что цены дорожают, доллар падает, рубль, ну, а потом уже и СВО, и все остальное прочее. То есть мысли человеческие, заняты всем, чем угодно, но не собственной жизнью. А небо и земля, то, что под нами, это тоже наше самое, что ни на есть жизнь. А то, что между нами, лилипутами происходит, друзья, но это ведь так смешно. Вспомните, как Гулливер смотрел на лилипутов, когда они дрались за власть. Вспомнили? Ну, вот то-то и оно. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сегодня 26 июня 2024 года. 20 октября 2017 года. У нас много вещей, которых мы не знаем. Вот мы прожили с вами всю жизнь. Дожили до молодости, какого-то определенного времени, возраста, до старости. И вот обращаемся к себе, обращаемся к природе, которой мы смотрим в окно, в небе. Получается, мы вообще ничего не знаем. С чем мы выросли? Наши знания, которые мы взяли из школы, они нам сегодня практически не пригождаются. Знания только те, мы используем, которые мы сегодня можем взять в нашей повседневной жизни. Пойдите в лес, взгляните на небо, и там вы, может быть, увидите то, и головой своей, работая, вы найдете ответы. Но и это не факт. Потому что ведь человек не может знать все. А технологии шагнули так далеко, технологии, которые скрывали. Всю жизнь скрывали от человека. Ведь еще в 20-х годах, прошлого столетия, то есть 20-е годы, 20-го века, летали на самолетах-невидимках, летали в космос. Ну, в космос все относительно, да, в небо, но на большую высоту. Многое, что было известно тогда человеку, о переселении души, из тела в тело, делались совершенно невероятные операции, на наш взгляд, сегодняшнего деградирующего человека. И вот этот деградирующий человек все, что сегодня непонятно, воспринимает, не могу сказать, что очень даже невероятным лицом большого потрясения. Нет. Мы воспринимаем все сегодня адекватно, потому что где-то там, в нашей голове, внутри, мы понимаем, что нас последние 50-80 лет нас обманывали, что наука наша ушла вперед, что мы знаем много больше, но это кто-то. Эти вот некоторые люди, которые стоят над нами, они знают много больше нас. А мы, простые люди, мы знаем намного меньше. И даже настолько меньше иногда порой, что даже я в своих роликах что-то говорю, а людям кажется это невероятным. Хотя, на мой взгляд, я говорю совершенно обычные, банальные вещи. Просто я их обозначаю. так скажем, обозначаю языком. Вот этот языковой барьер я преодолеваю, потому что внутри себя каждый из вас, может быть, и знал это, и предполагал, и осознавал. Но вслух сказать, это почему-то люди боялись. Сегодня об этом пишут. Слава Богу, пока нам не нажали на кнопку и не выключили интернет во всем мире. И это скоро может быть. Так вот, очень-очень загадочные вещи стали твориться над нами в небесах. Сегодня мы обратили свой взор на небеса. Небо явно над нами перестраивают. В небе творится, я бы вам сказала, что это идет война. Та самая Третья Мировая Небесная Война. Война идет в небе над нами. Но мы этого не знаем, пока наши правители, которые пасут вот это самое человеческое стадо, оно молчит. Эти правители молчат. Они над нами, они молчат, они нами руководят. Потому что, если бы мы знали, что сегодня идет та самая Третья Мировая Небесная Война, то, может быть, по-другому бы вели себя люди-человеки. Иуды-люди, иуды-люди-человеки. Вот такая вот у нас сегодня тенденция, что мы не знаем, что в небе над нами идет Третья Мировая Война. Звездная Война. Как нам говорили голливудские фильмы, мы не знаем, что это есть, но оно есть, оно идет над нами. Так вот, смотрите. Загадочный взрыв в небе Северной Каролины и странные обломки на берегу. И об этом написал портал Mysterious Universe, который написал это 13 октября. Ну вот мы прочитаем на русском языке, обозначено на портале InfoMax. Загадочный взрыв в небе Северной Каролины и странные обломки на берегу. Что происходит в небе над Северной Каролиной? На этой неделе каждая вторая новость в медиа штата косвенно намекает, что над нашими головами находится нечто больше, чем об этом официально говорят. История началась в субботу, 7 октября, когда жители Уинсты Сейлем, штат Северная Каролина, услышали нечто, что было описано, как нарастающий грохот в небе. Потом последовал приглушенный взрыв, который был достаточно сильным, чтобы встряхнуть все окна и двери домов в этом городке. Местный житель по имени Евгений Нието рассказывал репортерам Fox, что шум прозвучал, как бомба. Казалось, что что-то огромное врезалось в стену дома. Я сначала подумал, что либо разбился грузовик, либо что-то взорвалось неподалеку. У меня даже мозги в черепе вздрогнули. Это было как бомба. Полиция города тоже, естественно, услышала взрыв, отправив патрульных искать место происшествия. Но, в кавычках, место происшествия таки не было, обнаружено. Поэтому полиция обратилась за помощью к местным жителям, чтобы найти хотя бы обломки того, что упало с небес. Все очень странно. В тот же день в районе Кернса, Австралия, люди слышали точно такой же грохот и точно в тот же день. Однако на этом странности не закончились. То есть, вы понимаете, что и в Соединенных Штатах, и в Австралии в этот же день, в это же время слышали тот же самый взрыв. Я к тому, о том, как земля, где находится, и как Австралия близкали к Америке или не близка, когда в одно время слышатся те же самые взрывы. На следующий день после грохота в Северной Каролине начался шторм и дожди. Когда шторм утих, жители прибрежных поселков были потрясены выброшенными на пляж обломками. На первый взгляд они похожи на куски огромной ракеты. Этот обломок чего-то выполнен из металла и некоего синтетического изоляционного материала. Размеры изделия примерно 100 футов на 15 футов. Поверхность гладкая, имеет округленный изгиб и нечто похожее на проштампованный серийный номер. Ведущая теория заключается в том, что объект может быть фрагментом ракетного обтекателя или носового конуса. Он упал в воду совершенно недавно, на нем нет ракушек. Увидев эти обломки, сбитые с толку местные жители вызвали службу национальных парков, которая только развела руками и сразу перевела стрелки на ВВС, которые, похоже, тоже понятия не имеют. Расследование все еще продолжается. Могут ли эти обломки быть как-то связаны с таинственным грохотом, услышанным накануне всего за несколько сотен миль от берега? Вот такой вопрос задается. Это не похоже на совпадение. Больше похоже, что некто запускает ракеты на территории США, никого об этом не уведомляя. Или, возможно, это обломки перспективного секретного самолета, который разбился. И ВВС по понятным причинам о событии ничего не знает. Пока остается только загадкой. Вот такая война, о которой мы ничего не знаем. И эти самые облака, самые странные, и вытянутые в виде сигары, буквально в виде каких-то огромных воздушных облачных червей, это и есть перемещение из одного места в другое. Вот эти облака, которые у нас округлые, как какие-то пробки в небе, они тоже передвижение. Там идет война. Вы понимаете, в небе, сегодня в небо переместилась война. И эта война за владение землей, за первенство, первенство между теми, кто претендует на трон власти. Просто мы об этом не знаем. Мы не знаем ничего о тронах власти, мы вообще ничего не знаем. На самом деле война, третья мировая война, идет в небе над нами. В нашем мире она практически не имеет таких уж сильных отголосков. Хотя она тоже идет и в нашем мире. С вами я, Таня Карацуба, Сиитбургхан. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...